Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и я должен сказать, что вы просто восхитительны! Благодаря вам я всегда узнаю о новых интересных обновлениях в любимых мной играх. И сегодня мы посмотрим на Animal Revolt Battle Simulator, потому что были добавлены различные мистические живые существа. И если вам понравится этот ролик или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Ну а первый, на очереди, конечно, самый зловещий и самый огромный монстр в игре на данный момент, это, друзья, Гидра. Посмотрите на неё! Она реально выглядит офигенно! Сперва я увидел скриншот и подумал, что это какой-то трёхголовый Терекс, но нет, друзья, это настоящая Гидра. А как мы знаем, когда ты отрубаешь одну голову Гидре, у неё вырастает ещё две. Не знаю, будет это реализовано в игре или нет, но посмотреть хочется. Сражаться с ней будет, ну, в общем-то, старый добрый друг Терекс. Ладно, давайте начинать! Посмотрим, кто держит верх. Опачки-опачки! Сразу тремя головами они вгрызаются просто в череп Терекса. И Терекс падает! Падает без силы! Он пытается встать, но его кусают тут же за бочину. Приходит кому-то серый волчок, у кого-то кусает за бочок. А к Терексу приходит Гидра и, так знаете, надменно просто вышвыривает его труп хвостом, мол, ты мне не читай, иди в жопу Терекс. Блин, это было довольно эпично. Эпично, но я не увидел. Вырастает у Гидры ещё одна голова или нет? Давайте поставим парочку Рексов. Возможно, тогда результат для Рексов будет гораздо лучше. Друзья, давайте. Будет четыре Рекса, три... Хотя нет, это не честно. Это, друзья, не честно. Три головы, значит, должно быть три Рекса. Вот это уже больше похоже на правду, это больше похоже на справедливость. Ой, нет, 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 больше Рексов нам не нужно. Я просто хочу нажать кнопку начала. И посмотрим. Правда всё равно есть небо... Ой-ой-ой-ой-ой! Отпустите голову несчастной Гидры! Ну ладно, по-моему, эта голова уже бесил, просто обвисла. Её просто реально уничтожили. И минус одна голова, кто-то пытается кусать за спину. Где? Где дополнительные две головы? Одна голова погибла! Нет! Нет, Гидра продолжает пытаться сражаться. У неё есть ещё целая голова. Она кусает Терекса за жопу, но это не даёт никаких результатов. Её просто разрывают, её тащат. Если в прошлый раз Гидра выкинула Терекса как мусор, то теперь Терексы заталкивают в мусорный бак Гидру. И им это удаётся, к сожалению. Блин, не улыбайся, Гидра, ведь ты мертва. Да, вот так же, так же, так же с ней хвостом просто пошла вон, сволочуга. Но окей, мы выяснили, что у Гидры... Чё вы делаете? Терекс повалил Терекса? Зачем? Мы выяснили, что Гидра довольно слаба, и три Терекса её убивают. Хотя, какая стоимость у Гидры? Один Рекс стоит... Сколько стоит Рекс? А, Гидра стоит 260. Рекс стоит... Ну да, да. Всё-таки... Три Терекса. Вот два Терекса даже, наверное, могут Гидру победить. Так что тут непонятно. Окей, давайте перейдём к из... Плефери... Плефарикаты? Что значит Плефарикаты? Что такое Плефарикаты? Ладно, перейдём к следующим живым существам. Например, к оборотню. Он будет у нас состоять в первой команде. Поставим мы его вот так. Так, сперва я хотел бы его рассмотреть. Ну, выглядит он чё-то супер омерзительно. Какой-то он мокрый, влажный, как будто бы только что вылез из своей матери. И весь в какой-то жидкости. А, неприятный оборотень. Я бы хотел, чтобы он был пушистым и больше похож на волка. А он похож просто на... Зловещую тварь. Окей, кто будет сражаться с оборотням? Древние человеки? Тевтонский рыцарь? Ха, а вот это прикольно. Появился тевтонский рыцарь. Раньше его не было. Ну, давайте. Будто бы это происходит где-то в тёмном мрачном средневековье. У нас есть три тевтонских рыцаря и один... Так, собираем. Извиняюсь. И один оборотень. Кто же победит? Делаем ставки. Я думаю... О-хо-хоу! Не, ну с такими силами. Слушайте, оборотень просто творит какие-то ужасные вещи. Он прыгает на человека. Чё? Вот это сальтуха. Просто прогибом. А оборотень-борцуха у нас оказывается. Ничего себе. Ничего себе, оборотень. Это жёстко. Давай, сделай то же самое опять. Вау, 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 вау. Это очень круто. Это очень круто. Я думал, оборотень будет гораздо слабее. Но он прям... Прям вау. Вау, вау, вау. Хорошо. Я бы хотел с кем-нибудь посерьёзнее сразить его. Пускай это будет... Книжный динозавр Терекс. Да. Надо ещё цвет выбрать. Будет красный Терекс. Вполне возможно, шансы на победу есть. Если оборотень прыгнет на голову, вцепится в неё, начнёт грызть, разрывать мозги своими когтями, или также проделается спиной. Такие же манипуляции. Ну посмотрим, давайте. Пока непонятно. Да! Стоп. Нет. Не-не-не-не-не. Он прыгнул прямо в рот Терексу. Э-э-э, Терексикс! Да, просто рука застряла и... Да, это была ошибка оборотня. Блин. Конец. Давайте ещё разочек проверим. Просто оборотню реально не повезло. Не-не-не. Не. Оборотень не может выиграть Терекса просто потому, что... Он прыгает ему сразу в рот обязательно. Конец. Давайте тогда, может, несколько ещё оборотней поставим. Тогда результаты будут выше. И шанс на победу будет больше. Посмотрим. Давайте. Втроём прыгаем. Хе-хе-хе. И двое сразу попадают в рот. Ну чё это за безумие? Задний оборотень пытается прыгать на спину, но не достаёт. Не достаёт. Прыжок слишком слабый. И-хе-хе-хе. Карусели. Ни хрена себе. Повалил Рекса. Удалось повалить Рекса. Он уже не отпустит Рекса. Что за жесть происходит? Я не поверю, если это выигрыш будет. Ах! Вот это было бы эпично, если бы на лету Рекс умудрился схватить его и сгрызть. Но пока оборотень, смотрите. Он круче, чем его братья. Он прям реально. Вливай дэмэдж, молодец, оборотень Ты радуешь меня, эта битва получается эпичной Он отступает, прыгает на голову Делает сальтухи Давай вставай Похоже он разбился Но это было прикольно На самом деле это было прикольно Давайте попробуем теперь Минотавра Если оборотень на врага прыгал То Минотавр вполне вероятно будет просто разбегаться И бэм своими рогами Сносить все живое на своем пути Давайте Опять будут современные человеки Давайте древние Потому что в современных у всех практически есть оружие дальнего боя А это не совсем честно Поэтому выбираем Тевтонского рыцаря Понеслась Ну да Что ты делаешь Что ты делаешь, болван Что это такое Ты что, серьезно Что это, Минотавр Ну да Он мертв Ты мертв Ты мертв Вставай Давай, еще немного веселья Ну что это за поза Блин Ладно, он пытается насаживать на рога Но первый раз Была какая-то лажа забавная Глупо выглядело Ну-ка, 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 ну-ка Давайте Фантазия Несколько Минотавров Четыре Минотавра Против одного книжного динозавра А именно Террекса Другого цвета Команда 2 Поехали Кстати, они довольно большие по размерам Если так смотреть Да, они опять прыгают просто в ноги Что 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 это такое Блин Какая же нелепая анимация Но она забавная Блин Я паровозик Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук Блин, не могу Это жестко Слишком жестко Я не готов к такому Игра Тут у нас серьезные сражения А ты просто будто Будто отправила меня Прямиком в цирк Ну, это Че такое Реально, Минотавры, вам в цирке выступать надо с такими движениями. Охренеть. Охренеть. Просто охренеть. Ну да, ладно, давайте быстрее ускорим. Думаю, шансов у них всё равно нет. Ха-ха, блин. Не, они забили Терекса, ты что? Да ладно, они забили Терекса. Удивительно. Но, окей. Скажу честно, Минотавр мне вообще не понравился. Чё-то ложёвое. Ну а вот Гаргона. Не помню, в чём её суть. Это бычара. У неё... Ааа, она превращает в камень. Умеет превращать в камень. Ну, типа, Медуза Гаргона, это просто Гаргона. Типа, если посмотреть ей в глаза, она превращает в камень. Или она просто превращает в камень. Просто потому, что она умеет это делать. Я помню, в третьих героях была Гаргона. Так, тут четыре рыцаря нужно, чтобы был баланс. И да, она превращала Кая в камень. Но здесь... У неё красные глаза. Выглядит симпатично. Такой бык-змей. С очень-очень-очень серьёзной пластиной броневой на лбу. Больше напоминающая Гаргона... Напоминает Гаргона не быка, а буйвола какого-нибудь, да? Ну, давай посмотрим, чё будет. Да, она... Чё? Это чё было? Что это было? Ничего не понял. Ну ладно. Давайте так. Я просто не понял. Это, типа, яд какой-то она выпустила? Ой, стой, 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 стой. Моя проблема. Так, это какой-то яд она выпустила, получается. На магию, похоже, не было. Ну, давайте так попробуем. Я не знаю. Сейчас она опять подышит. Ну, а остальных просто раскидает. Она очень мощная. Чёрт, она очень мощная. Окей. Значит, это достойный противник для книжного динозавра. Давайте спинозавра в этот раз поставим. Для разнообразия, скажем так. Ну, давай. Ну, выпускай свой яд. Хорошо. Спинозавр не может её укусить, потому что она просто банально бронированная получается. Просто засовывает свои рога куда-то в жопу, в пузо. Спинозавр пытается её хватать, но она не отцепится уже. Хе-хе-хе-хе. Да, ему неудобно. Слишком длинная шея. Вместо того, чтобы её укусить, он просто заталкивает её к себе под ноги. И это для него большая-большая проблема. Дэмэджа, конечно, у Гаргона не сказать, чтобы ультра много. Но за счёт своей ловкости, смекалки, проворства, она умудряется пока лидировать в этом сражении. Давай, 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 давай. Но с Терексом, мне кажется, такая фишка не пройдёт. А, он бил всё-таки её. И пнул ещё. Он, видать, своими когтями её фигачил. Да, такое возможно, такое возможно было. Ладно. Что у нас ещё в фантазии? Виверна, друзья. У нас есть Виверна. Стоит она 70 рублей. И, чёрт возьми, выглядит она офигенно. Такой дракоша, да? Класс. Только где глаза? Чё, а где глаза? Вот это глаза? Я думал, это ноздри. Вот они. Типа, глаза, может быть, должны быть где-то тут. А это ноздри. Ну, да. С такой головой мне вешний вид уже не так сильно нравится. Но всё равно симпатичная. Фигура у неё классная. Давайте. Древние человеки. Это будут тефтонские рыцари. Снова. Их будет... 84. Поехали. Вау, она летать умеет. И она хватает его. Это первый летающий юнит в игре. Блин, это круто. Она умеет хватать. И просто выбрасывать. Что будет со следующим? Схватит ли она его? Либо получит удар мечом. Ах, просто немного подбросила. Видимо, как раз броня и помешала ей схватить жертву. Оп. Вот это уже другое дело. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Давайте с Терексиком, как всегда. Старые добрые тестики с Терексиком. Надо, наверное, для тестов выбирать еще и других динозавров. Ну, черт, я слишком люблю Терекса. С ним всегда интересно сражаться. Оба, вцепился, вцепился в голову. Если Терекс... Она хвостом может бить? Она хвостом еще умеет бить, нифига. Вы видели? Да, она фигачила хвостом. Если мне не показалось, давай. Снова вцепляется в голову. И хвостом, бэмс, по затылку. Нормально. Она очень злая, она очень серьезная. Не, ну, похоже, у Терекса проблемы начинаются. Причем очень серьезные. Очень неприятная ситуация для Терекса. Ааа, почти попалась Терекс, извини, но не получилось. В следующий раз обязательно получится. Вот это эпичная битва, класс. Если бы она еще могла Терекса поднять в воздух, вот это было бы очень круто. Давай. Хе-хе-хе-хе. Удар хвостом Терекс бесится стопудово. Он понимает, что он сильнее нее, но она более ловкая, проворная. И просто ее невозможно поймать. Рексик бегает за ней, как песик. За палкой. Но тут пэмс в глаза. Поймал ее, поймал. Это ничья, нет. Нет-нет-нет, Терексик все-таки выиграл. Но прикольно. Прикольно, действительно прикольно. А если взять несколько виверн, вопрос, смогут ли они поднять в воздух Терекса? Если сразу все вцепятся. Хе-хе-хе. Нет, тут каша получается. Ну, оторвали вроде бы от земли немного. Оторвали. Почти получилось. Дикое зрелище. Хе-хе-хе. Ну да, они забьют его, скорее всего. Уже забили. Понятное дело, их больше и... Да. Еще, может быть, у виверны один интересный противник, и битва может получиться весьма зрелищной. Для этого нам придется использовать Титанобу. Она умеет прыгать, она скачет, она шустрая. Но вопрос, сможет ли она поймать виверну? О-о-о, да, виверна просто засунула голову ей. Нет? Не поймала? Мне казалось, виверна засунула ей голову в рот. Во, прыгает, прыгает! А-а-а! Почти долетела. Вот в чем фишка Титаноба. Она умеет делать вот так. Давай, Титаноба. Ползи, подкрадывайся к своей жертве. Виверна сейчас развернется и... Бэмс! Не схватило. Почему ты не хватаешь? Ты же очень мощная зменя, крупная. Схвати, пожалуйста. Не. Пока непонятно. Блин. Титаноба, я верю в твою победу. Ты один из моих любимцев. Ты же знаешь это. Вцепилась. Молодец. После слов подбадривающих. Но и виверна непроста. О-о-о! Просто вышвырнула Титанобу к ядрине фене. И виверна, к сожалению, победила. Жалко. И на этом, друзья, мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Большое вам спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч. Всем удачи. Пока. Будьте счастливы. Субтитры сделал DimaTorzok